всем привет сегодня захотелось снова супа немногие едят супа или супы но на улице такой холодом даже в москве минус 19 градусов поэтому что можно покушать такого чтобы согреться конечно же это суп поэтому все кто сейчас со мной садятся кушать всем приятного аппетита ну а кто просто смотрит значит мы с вами просто поговорим сегодня у меня суп тыквенный и в течение нашего с вами обеда ужина завтрака полдника или просто беседы я вам расскажу ну как этот суп я так скажем готовил здесь у меня такая тарелочка с сухариками много скорее всего и отсюда не съем потому что так скажем все таки я хлеб исключила своего рациона но подсушный хлеб можно даже и при диабете и при любых других заболеваниях даже с желудочно-кишечным трактом главное чтобы хлеб был подсушен не свежий ну поэтому здесь так скажем немножко хлеб у меня есть подсушенный и вообще я покупаю себе вот такие вот сухарики в общем давайте кушать потом расскажу а то сейчас дольше дольше болтать буду как обычно обожаю все виды супа пюре вообще просто перед этим меня видео было и из цветной капусты вот такие сухарики я покупаю себе если они конечно тоже достаточно здесь углеводов 60 углеводов так на 100 грамм что ли 100 грамм 100 грамм пачки просто на 100 грамм считается до на 100 грамм 320 килокалорий на 100 грамм . 100 грамм естественно что я пачку всю не съедаю ну две-три штучки за день вот например за обедом или за ужином супом почему нельзя съесть все можно я таких вот кромсаю чтобы хлеб стоял вроде бы каких лепки поэтому хлеб стоит сухарики вот так короче вот перед этим я готовил су брокколи очень мне понравился потом цветной капусты я не снимал я знаю что многие суп вообще не едят это сочетание говорят у меня родственница тоже у брата жена она говорит что я вообще суп не могу есть я говорю спрошу почему он же полезен для желудочно-кишечного тракта для желудка жидкость на горько не могу вот и на сочетание что все в одном котле варится все в одном так скажем и мясо и овощи и все не могу ну ведь у каждого свои я суп очень люблю очень ем разные супа и борщ и различные другие рассольник очень люблю солянку такие даже быстрые бульонный суп с вермишелью какие вы любите супа но тут что-то сел так скажем немножко на правильное питание и вот почему-то у меня именно суп-пюре различные суп-пюре но они во первых и полегче и там овощи и зажарки никакой нету ничего овощи так скажем набросал и бах готово поэтому тоже интересно любите вы суп или нет если любите то какие прошу прощения кто не смотрел мое первое видео давайте с именно супом пюре я вам расскажу скажут там сливки 20 процентные что это тоже никого что это он не диетически поэтому давайте так скажем не то что себя оправдаю расскажу как я готовлю эти супа значит я вместо того чтобы кидать туда сливки я пользуюсь другим ингредиентом значит один из них значит я что делают значит я беру куриную грудку или если это бедра то очищая все от жира убирая всякие эти шкурки все остальное сало лишние вот это срезаю варю бульончик потом этот бульон мясо убираю естественно убираю в сторону туда кладу значит что вот например этот суп да то есть я сюда положил тыкву лук морковка все больше тут ничего нету все это я не зажариваю ничего просто это варится в бульоне перед самым окончанием практически я добавляю туда мясо которое отделил от костей все это значит еще раз проваривается до мягкости и потом блендером все это сбивается мясо весь все овощи бульон варится без всегда у меня без соли и только самом конце после того как я блендером все это сбиваю я уже добавляю только тогда соль перчик черный молотый и пробую на вкус все мне устраивает значит больше не солю потому что так минимум так скажем как врачи говорят впитывается соль в овощи то есть это так скажем минимально можно посолить чем если вы сразу бульон солите ну или вообще продукты хита приготовки ну а в конце сам чтобы так скажем придать какой-то вкус я туда добавляю 10 процент или 15 процентную сметану место сливок я вообще люблю гренки эти с меня почему-то с садика с яслей кидать их вот так вот по чуть-чуть и чтобы они хрустели чтобы они там не были кашей очень вкусно правда очень вкусно во первых лег легко готовятся во вторых после такого супа тоже легко но если вы конечно пол батона не умеете вместе с супом вас не разбомбит кишечнике то самый хлеб очень люблю конечно поэтому для меня сдерживаться от хлеба это конечно трудно виду хлеб мужчины изделия вот эти всякие пирожки булочки кто-то тортов очень трудно отказываться от сладкого от конфет кстати я не любительных конфет но когда ты стараешься их так скажем любом случае ты понимаешь то что где-то ты не пойдешь ездить не захочешь конфетку ты не съешь где-то в кафе или там дома с чаем просто так скажем холода да и сразу начинается хотеть сладкого так наше время по крайней мере в крупных городах есть очень много продуктов которые на заменители сахара понятно что может быть там где-то содержится какие то может быть неправильные вещества когда-то и не аспирин что-то тоже не верили что он помогает антибиотик не буду листья чтобы не говорить в общем я покупаю на сахар за ними динтили конфеты или настоящие конфеты на стевии вот у нас москве есть такой такая продукция санкт-петербургская вообще очень хороший санкт-петербургская на замените сахара а продукция называется невская если она у вас есть зефир шоколад там все на фруктозе на других сахарозаменителях очень хорошая еда именно для того чтобы не есть сахар но по зефирчик у на фруктозе там когда уж прямо совсем припирает можно съесть и это и уточнял тоже докторов в общем здесь вот написано крупными буквами не содержит глютена без добавления фруктозы без сахара и так далее тому подобное вот видите можете нажать на паузу почитать делает это тоже санкт-петербург но к сожалению не него без сахара значит эта коробка 100 грамм содержит всего 44 44 килокалории 44 килокалории 100 граммах нет энергическая ценность 100 граммах до 300 извините 300 килокалорий но здесь зато нет никакого сахара нет ни фруктозы не глютена ничего то есть это просто вот такие конфеты из манго и они так скажем это просто сок сок который загустили стиви это тоже натуральный загуститель типа желатина вот и без добавления фруктозы сахар даже здесь написано то есть это вот можно у меня тут она стоит в общем 100 рублей где-то девяносто восемь магазинов сто 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 девяносто где-то в пределах в общем давайте так от пределах от 90 рублей до 110 так где то в общем здесь раз два три 4 5 6 7 конфеток всего 7 конфеток но допустим вечером когда все пипец приперла вот у меня конфеты эти есть то есть я одну конфетку беру с кефиром откусываю кефирчиком запиваю и вот это вот ощущение что вроде бы как ты сладкое поел это конечно так скажем твой мозг успокаивает на самом деле мозг тоже сильно нельзя обманывать потому что глюкозу для нашего организма для особенно для головного мозга и спинного мозга для серого вещества нашего головного мозга необходимо глюкоза поэтому кому она не запрещена в прямом смысле можно спокойно там что-то утром себе до 12 часов позволять чтобы все-таки вы вялый течение дня не были мозг у вас соображал также по моему еще как если не изменяет мне память помог для печени очень важно а глюкоза вот поэтому вот так кстати просили передать привет почему-то из казахстана просто всему казахстану я передаю привет если у меня смотрите зрителя как минимум там два или три человека из казахстана я вас всех приветствую спасибо что не смотрите пишите мне комментарии просто именно почему-то из казахстана второй человек меня просит передать привет именно в этот в это государство тогда давайте рассказывать о моем канале вашим друзьям всем казахстанцам кто будет меня подписываться это будет очень интересно тоже у меня друзья из казахстана давай вот поэтому мы когда-то жили в советское время потом переехали в россию при перестройке города честно говоря не помню но если хотите я уточню в каких городах они жили просто еще смогу сидеть вспоминать но думаю что это будет не очень правильно кстати спрашивали меня тут тоже в комментариях каких какие фильмы я люблю я наверное следующем видео об этом расскажу потому что так скажем связи с моей профессии фильмов я смотрю очень много и у меня отдельная история связанная с моей профессией кто не помнит то я кастинг директор напоминаю вам вот то так скажем приходится смотреть различные фильмы рубежные настоящие зарубежные наши отечественные фильмы современные вот свое мнение если что-то я в следующем видео постараюсь вам рассказать все отставили ну видите блюдо не слишком сложные поэтому кушаются они слишком быстро но зато так скажем за 15 минут вы можете посмотреть все мое видео от начала до конца я благодарен вам то что вы смотрите мой канал те кто только что зашел случайно мой канал обязательно подпишитесь вот здесь вот колокольчик внизу вам нужно будет нажать потому что подписка это конечно хорошо но колокольчик это значит что вы будете получать от меня уведомление когда я выпускаю новые видео обязательно с вас лайк и комментарий подписка со всех моих зрителей со всех моих подписчиков обязательно комментируйте спрашивайте очень интересно с вами переписываться не стесняйтесь потому что есть такие зрители которые говорят ну давай там давно мы смотрели тебя и там чуть ли не в первой сотне еще на тебя подписались но стеснялись написать тебе не стесняйтесь пишите никто вас палка не ударит у нас хорошие все люди всех нас там 700 сейчас по моему 16 человек уже сегодня поэтому пишите пишите вам обязательно ответят как говорилось в одной знаменитой программе утренняя почта поэтому я вас всех люблю обожаю до новых встреч с вами был ваш олег николаев и не забывайте что я гадаю не только на на кофейной гуще но еще и на растающей и пребывающей луне